Игорь, здравствуйте! А что это вы тут делаете? Я не понимаю, вы что, не знаете, что чипсы это вредно? Там же холестерин, канцерогены. Ну что вы смеетесь? Здравствуйте, Татьяна. Да вы не волнуйтесь, это уникальные чипсы. У них нет никаких вредных веществ, можете мне поверить. Попробуйте. О нет, спасибо. А почему вы в этом так уверены? Потому что я эти чипсы сделал сам с помощью уникального приспособления. Обратите внимание, в комплект входит шинковка для нарезки картофеля на ломтики и сама чипсница. Вот это, да? Да. Очень любопытно. А интересно, как вот это все работает? И, кстати, Игорь, может быть, прямо сейчас попробуем приготовить чипсы? С большим удовольствием, Татьяна. Для этого нам понадобится мытый картофель. Кстати, его можно даже не чистить. Берем картофель и начинаем шинковать. Замечательно, не правда ли? Да, неплохо. Затем берем вторую картошку и продолжаем, продолжаем шинковать, чтобы чипсов было у нас много, чтобы хватило на всех, на всю семью. Да, уж вы постарайтесь побольше. Нравится вам? Давайте посолим. Ну да, давайте. 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 Вы как любите? Ну, я люблю вот так. Средненько, да? Да. Отлично. Вот, продолжаем шинковать. Затем мы эти ломтики начинаем укладывать в ячейки чипсницы. Те ломтики, которые побольше, мы выкладываем в ячейки нижнего яруса. А давайте я вам помогу. Да, помогайте мне. Те ломтики, которые поменьше, в ячейки верхнего яруса. Ага. Вот таким вот образом мы укладываем. Да, правильно. По каждому ломтику в ячейку. Вот таким вот образом. Слушайте, да это, в общем-то, очень просто. Ну да, все просто и быстро. Я бы даже сказала, это развлечение. Стоишь, вкладываешь ломтики в чипсницу. Можно, я думаю, даже детей подключить, да? Да, можно всю семью подключить, конечно. А вот теперь, Татьяна, нам понадобится микроволновая печь. Умеете пользоваться печью? Конечно. Ну, тогда поставьте мощность ватт 700-800. Так, 700, да? О, 700, отлично. И мы, я так понимаю, ставим чипсницу. Совершенно верно. Микроволновку. Так, отлично. А на какое время ставим? Ну, это зависит от мощности микроволновой печки. Чем больше мощность, тем меньше нужно времени для приготовления чипсов. Чем меньше мощность, тем дольше будут готовиться чипсы. Вот при мощности микроволновой печи где-то от 700 до 800 нам понадобится от 10 до 15 минут для приготовления. Если ломтики получились средними, то для приготовления чипсов нам понадобится где-то от 10 до 12 минут. Если картофель крупный и ломтики получились широкие, то где-то 13-15 минут. Главное поймать момент, чтобы чипсы уже зарумянились, но еще не подгорели. Ну что ж, будем ладить? После чего, конечно, их можно будет вынимать и подавать к столу в самое время. Хорошо, да? Отлично. Тогда нажимаем на старт. Старт. Ну что ж, я думаю, готово. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Ну что ж, достаем. Да. Смотрите, Игорь, красота. А чувствуете запах? Чувствуете, да? Да. Классно. Кстати, Игорь, мы же не использовали ни масла, ни жиров, да? Совершенно верно, Татьяна. Никакого масла. В отличие от магазинных чипсов, в домашних не используются ни растительные, ни животные жиры, которые при нагревании превращаются в канцерогены и другие вредные вещества. Также в домашних чипсах нет консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов. Вы используете только те ингредиенты, которые сами хотите использовать. Интересно. А вот из чего же сделано вот это чудо-чипсница? И, кстати, она со временем не расплавится? Ну что вы, ни в коем случае. Чипсница сделана из специального пластика, пищевого полипропилена, который широко используется в медицинской и пищевой промышленности. Он очень жаростой и выдерживает самые высокие температуры. Игорь, вы меня убедили. Эти чипсы действительно безвредны. А готовить их легко и просто. А главное, какая радость для детей? Совершенно верно, Татьяна. Попробуйте. Спасибо. Ну как? Вкусно? И помните, здоровое питание прежде всего. Никаких канцерогенов. Ваше здоровье в ваших руках. Такая квартиия м pratко. Продолжение следует...